здрась Настя, есть еще, Ирика? Дай себе, Ирика. Это по чем? 500, да? 50? 50 дайте 8. А еще 2 возьмем? Есть, позвольте. Акадепсин есть? Агганбах? Тоже нет. Габбана. Агранья 300. Да, дайте еще 2 габбана. Агранья 300. Да, аналог, да? Да. Агранья подойдет. Все? Да, сколько она? 312. А есть 12? Агранья, да и 12. О, у тебя без дачи, да? Да. Пойдем. 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 У меня еще осталось, есть немножко тут фишки. Фишки. У тебя без дачи, да? Да, да, пожалуйста. Сколько это за 2? Ага. Это все, да? Да. 8 лирики, 2 агранья. Класс. А чек? А? У нас нету на такой чек, мы не выдаем. А, нет? Нет, конечно. А, извините. Да, извините. Идем. А, лирика. Лирика родная. Класс. А, лирик, а ну-ка возьми. Подержи. Друзья, это лирика. Вот так, пожалуйста, какие чеки? Ну, в чем вопрос? Значит, мы имеем красненькую с беленьким, беленькую и без красненькой. Ну, в общем, в общем так. Теперь, что мы делать дальше, друзья? Все просто. Вот здесь вот в сколько метров? 200, да? Да, райотдела. Километр. Километр. Ну, пойдем. Мы сейчас прямо вот так вот одним вот скачком пойдем в райотдел. и прям вывернем это на голову начальнику райотдела. Это тут недалеко. Ну, совсем вот прям чтоб рядом. Так, держи это в руках. Какой чек? Ты что, вообще, дай телефон, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. А куда вы идете? Начальнику. Можете проводить меня, если хотите, чтобы было быстрее. Здравствуйте. Здравствуйте. На месте, шеф? Машины нету, на месте нету. Ничего себе. Замок что-нибудь есть? А по поводу? По неприятному для него. Здравствуйте. 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 Поэтому... Давай сейчас, ну, ты идите в управление, докладывай эту ситуацию, да. А там посмотрим. Рыбки у вас, прохладно, хорошо. Да, хорошо, 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 да. Ну, с Леной Хевленко, с начальником следствия, нужно тоже пообщаться. Да, да, да. Хорошо, хорошо, все, хорошо, хорошо, неудобно, да, хорошо. Скажите, я вас не сильно отвлекаю, нет? Это рабочий вопрос, просто обсуждаем. Я к вам тоже рабочий вопрос. Скажите, пожалуйста, вы вообще давно задницу поднимали свою с этого кресла? Прямой вопрос. Давно вы ходили за пределы ворот ваших? Нет, постоянно хожу. Постоянно? Аптеки здесь, вот, 500 метров от вас, не заходили? Ну, к сожалению, или... Сотрудники, может, ваши? Не знаю. Нет? Не заходили? Нет, не готов сказать. Не готов? Ешьте. Вот это то дерьмо, которое 500 метров от вас продают в аптеке. Кто-то из ваших сотрудников там бывал? 500 метров от вашего райотдела. Я же еще раз. Пойдем. Пойдем. Берите опергруппу, вот это дерьмо со стола и со мной. Да, да, опергруппу, берите оперативную группу, идемте оформлять. Сейчас будем проводить. Сейчас же, вместе с вами. Я хочу вас, чтобы вы 500 метров отошли от своего кресла. Идемте. Надо идем. Просто, может быть, нужно заездение написать. Конечно, мы сейчас все напишем. Идемте туда. Нет, давайте бездавайте. Давайте вы сейчас берете. Основание для выезда следствия оперативной группы должен быть или выход. Тогда хорошо. Я вас приглашаю на прогулку на неофициальную. Пойдемте. Я вам сейчас угощу вас с таблетками вкусными. Я их не ем. Не ешьте? А молодые люди здесь, которые у вас живут в этом районе, едят их и дохнут. Вы не едите. У вас все по кайфу. Я думаю, что вы в дорогих истанах нормальных едите. Давайте заявление. Где мы вы написали? Давайте не заявление. Пойдемте. Берите своего там кого. Кто вас тут отвечает за этот район? Берите вашего сотрудника. Пусть идет, проверяет аптеку, смотрит. А я буду демонстрировать вам видео, как я только что прекрасно лично купил наркотики. Без чека, без ничего, без всяких проблем. Как вы определили, что это наркотик? Слушай, вы не знаете, что это такое. Я не знаю, что такое лирика. Ну вы откуда знаете? Вы всего-навсего начальник райотдела. Откуда вам знать? Вы правда, реально. Вот откуда вам знать, что такое наркотики? Действительно. Вы же не врач. Вы же всего-навсего начальник райотдела. Откуда вам знать? Откуда вы же не специалист вообще в криминологии? Вы это не знаете, что такое наркотики. Как вам это знать? Вы определили по названию, что это наркотик. Слушайте. Ну расскажите, мне ликбез проведите. Ликбез я вам проведу, когда вы пойдете сейчас, и вам без чека продадут таблетки. Для начала. Вот хотя бы это. Вас не наводят на мысли, что торговля без чека, она немножечко у нас, ну как бы, запрещена. Знакома вам эта оптика? Недалеко? Здравствуйте. А можно еще лирики нам? Парочку таблеток. Добрый день. Я начальник отдела полиции. Моя комедия Двадненко. Заводный Сергей Вячеславович. Поступило сообщение от гражданина о том, что якобы в вашей аптеке продаются наркозадержащие препараты. Без рецепта. А препарат лирика продается у вас? Лирика. А звание его лирика? Ну это без рецептурной вообще. Без рецептурной. Без рецептурной. Ну продайте нам его, пожалуйста. Кого лирика? Да. У нас лирика. Да мы у вас купили. Это 5 лет назад. Это 5 лет назад. Купили у вас эту лирику. Ну продайте без рецепта. Можно купить ее сейчас? Да без рецептурной она отличная. Ну была до этого? Была. Ну отлично. А что там есть еще? Какие были? Помимо лирики. Что там мы купили? Не помню. Ну вот эти вот. Как же его покупать, если не помните название? Мы предложили. Вы предлагали что-то или нет приобретать гражданину? Мы не продавали ничего, не предлагали. Ну а грани это тоже без рецептурная. Он идет от этих лет. Можно купить. Тоже нет. Закончилась. Да, закончилась. Какая досада. Ну великолепно. Вызывайте бы оперативную группу, заявление, видеофиксация. Так вы здесь напишите заявление? Или гражданин здесь? Здесь напишу, я лично. Я покупал, лично напишу. Давайте. Да, сейчас сотрудник придет, принять заявление. У вас приходные документы на лирику, это есть? А вы не имеете права, я смотрю. Ну, пока будем так говорить. Вы, может быть, отчасти не правы. Я просто задал вопрос, есть или нет? Да, возьмите. Понятно, хорошо. Видите, потребовали, я пришел, а тут сейчас потребовали, не дали. Странные требования. Не очень жесткие, для вас есть. А у нас не было рецепта, мы без рецепта купили. А что? А мы сейчас получили, два должен быть рецепта. Да вы сказали, что это безрецепторный препарат. Его потребовало, по выписке врача. Подождите, так его можно купить без выписки или нельзя? По выписке врача он должен. Без выписки можно купить его? Это противоэпилептический, противоосудорожный препарат. И велика, и ограни. Без выписки можно купить его? Ну, можно, но как бы желательно выписка от врача. В смысле желательно? Есть определенные правила. Прямо в смысле. Желательно. Выписка от врача. Она обязательно или нет? Ну, да, желательно, еще раз вам повторяю. Без нее вы можете продать? Отходите, пожалуйста, мне покупатель. Я говорю, без нее вы можете продать или нет? Отходите. Кто вы такой вообще? Евгений Владимирович, здравствуйте. Знаете, приехал нас в округе, в Харьков. Пришли ко мне избиратели мои, обратились, говорят, аптеки начали торговать наркотой. Что вы думаете? Пришел лично я в аптеку, и мне, представьте, проблему продали наркотики. 500 метров от районного отделения полиции, которое находится здесь же. Мы продали наркосодержащие таблетки без чеков, без рецептов, без ничего. Я все это зафиксировал на камеру, все есть у меня. Но меня больше поражает другое, что это находится в 500 метрах от районного отделения полиции. Пошел в аптеку, лично купил, без рецептов, без ничего. Все зафиксировал. Тут стоит у меня начальник райотдела, который тут находится, в 500 метрах, ни сном, ни духом. Он не знает, что такое наркосодержащие препараты, не ведает, понятия не имеют, что это такое. А как вас зовут вообще? Я не фамилию. 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 Я фамилию. Я фамилию. Если можно, пусть включится. Какая фамилия этого руководителя? Еще раз. Товарищ генерал, моя фамилия Дводненко, зовут меня Сергей Вячеславович, подполковник полиции. Я нахожусь в аптеке. Я вот сюда привел просто за шкирку, потому что он сидит, в свое кресло не встает. 500 метров от районного отделения полиции, никто из его сотрудников сюда ни разу не заходил. Я вам говорю, буквально 500 метров от районного отделения полиции. Разрешите вам дать пояснение сейчас по телефону? Да. Спасибо. Давайте, если можно. Всего доброго. Принимайте заявление. Не, вы пишите, я вам продиктую. Прямо в смысле. Я заявитель, с моих слов будете писать. Я с ваших слов писать сейчас не буду. Не будете, вы отказываетесь. Сейчас приду. Что значит сейчас? Я хочу, чтобы вы приняли, с моих слов зафиксировали. Сейчас придется трудник принесет установленный бланк. Приняю заявление. Вы с моих слов пишите заявление, а я подпишу его. С моих слов написано, верно, как вы это обычно делаете. Я напишу внизу. Пишите, я Куницкий Александр Олегович. Такое-то, такое-то время, по такому-то, такому-то адресу. Вот мое удостоверение. Зафиксировал факт продажи препаратов таких-то, таких-то. Зафиксировал на видеокамеру, готов предоставить видеоматериалы, показания, свидетеля. Наличие наркотических средств, купленных мной в этой аптеке. Ребята, так что, пришлось облачиться в такой специфический видосик. Но на самом деле рабочая тема. Так что, кто хочет, пожалуйста, вооружайтесь двукрошечкой, маечкой, попроще, вперед за огнем. И лично, начальник полиции начнет реагировать, если шевелит ботонами. Аптеку, я надеюсь, это прикроет, вторую тоже. У кого есть факты еще, в Киевском, Московском, любых районах, Харьково, пожалуйста, пишите только по сути. Где конкретно продают, что конкретно продают, а лучше фиксируйте, присылайте видео, будет быстрее.